Каждая женщина хочет быть самой красивой, пусть даже только для своего мужчины. Но, к сожалению, не у каждой девочки рядом оказывается хороший пример в лице матери, которая и должна передать все премудрости, женственности и красоты. И тогда методом проб и ошибок приходится пробиваться на вершину красоты самостоятельно. Любой гадкий утенок может превратиться в прекрасного лебедя. Первое. Ваши руки – это ваша визитная карточка. И если с ними что-то не так, то просто посыпалось в пух и прах первое впечатление о вас. Покореженный лак, сухая кожа или какие-то дешевые аксессуары – пожалуйста, уберите все это. Лично мое мнение, что для маникюра сегодня каждая девушка должна использовать только гель-лаки. Вот видите, на моих руках. Это так. Причем для этого не обязательно ходить в салон. У меня с появлением ребенка так мало времени, что мне пришлось научиться делать все самостоятельно. И получается не хуже и, естественно, это в десятки раз дешевле. Второе. Ваши ножки. Я уже когда-то рассказывала, что женская стопа – это один из самых главных мужских фетишей. Стоит ли говорить, насколько важно, чтобы ваши ножки всегда были ухоженными и аккуратными, особенно летом? И даже если это зима, и вы в целом выглядите прекрасно, но вы снимаете обувь и у вас с ногами что-то не так, то весь образ посыпался в пух и прах. И опять вы мне скажете, что педикюр занимает так много времени, что иногда проще натянуть носочки и спрятать все свои недостатки. Но и педикюр можно сделать в домашних условиях, причем очень быстро. Новую пилку Шоль, например, можно использовать прямо в душе и придавать своим ножкам идеальный вид хоть каждое утро. И как круто, что в этот раз производители позаботились о том, чтобы пилку можно было заряжать от зарядки. И ура, никакие батарейки теперь не нужны. Третье. Гардероб. Одежда способна творить с нами настоящие чудеса, но также справедливые и обратные. Поэтому вовремя избавляйтесь от заношенных вещей и от тех вещей, которые вам просто не идут. Не будьте плюшкиным, которому просто жалко выбросить. Не знаю, как у вас, но у меня вот часто такое бывало раньше, что куда-нибудь спешишь, просто нет времени и надеваешь первое, что под руку попадет. И потом, собственно, на кого жаловаться, если вдруг встретишь кого-нибудь и начинаешь просто прятаться, чтобы тебя не увидели. Поэтому, пожалуйста, следите за тем, чтобы в вашем гардеробе вообще не было ни единой вещи, которая способна испортить ваш идеальный образ красивой и ухоженной девушки. Не гоните слепо за модой, потому что в конце концов она изменчива. И если вам что-то просто не идет, например, короткая юбка, то даже просто не покупайте короткие юбки. Следите за тем, чтобы ваша одежда всегда была чистой и выглаженной. Не покупайте дешевые бренды, пусть одежды в гардеробе будет меньше, но зато она будет качественнее. Четвертое. Выразительные глаза. Вы думаете, что сейчас я буду вам демонстрировать, как делать смоки-айс или какую-нибудь подобную чушь? Нет. Для решения вышеозвученной задачи, конечно, есть тушь, которая с успехом сегодня рекламируется, и вы можете выбрать любую. Но, девушки, чтобы ваши глаза по-настоящему были выразительными, читайте больше книг. И если вы как раз сейчас находитесь в поиске, чего бы такого почитать, то вот вам небольшие рекомендации на эту тему. Карлос Кастанеда, Джон Клавл Сёгун, Брэнсон Теряя Невинность, Трансерфинг Реальности, и если кто-то любит теннис и автобиографии, то Андреа Гасси откровенно. Пятое. Губы. Сегодня тысячи бьюти-каналов вам с удовольствием расскажут, как лично вам подобрать свой оттенок помады, как правильно наносить красную помаду, с чем ее носить и прочее. Но, девушки, вы должны помнить, что самое главное – это следить за тем, что и как вы говорите. Ну и, конечно же, не забывайте про улыбку, потому что мужчины, они просто без ума от лучезарных, дружелюбных и открытых девушек. Такие девушки притягивают их, как магнит. Но в большинстве своем девушки закрыты, выглядят очень безразлично и часто погруженными в себя. Вот реально, если бы вы имели такую возможность посмотреть на себя со стороны, то вам стало бы понятно, почему мужчины не решаются к вам подойти и познакомиться. Многие женщины сегодня инвестируют все свои деньги и время в уход за собой, но многие из них даже не догадываются, что имидж – это не только тело, но и коммуникация. Шестое. Ну вот, наконец-то я и расскажу вам немножко о своих волосах, потому что так часто вы, наверное, ни один другой вопрос относительно моей внешности мне не задаете. Мои правила ухода за волосами очень просты. Я стараюсь никогда их не окрашивать. За всю свою жизнь, наверное, я сделала это только один раз. И вы можете увидеть это из моих прошлых видео, когда я перегидролила их. И это просто ужас, во что они превратились. Это вот в буквальном смысле пучок соломы. И вы не представляете, сколько потом требуется сил, времени, чтобы хоть как-то вот этот пучок соломы привести в какой-то респектабельный вид. Вы будете каждое утро завивать, что-то там вытягивать, кучу всего, чтобы как-то вообще эти волосы выглядели нормально. Когда я смотрю инстаграм девочек, у которых вот эти перегидроленные волосы, и они выглядят хорошо, я просто понимаю, как много труда они в это вкладывают. А сейчас для того, чтобы мои волосы выглядели хорошо, мне достаточно просто вымыть голову и высушить ее феном. Для этого я использую, правда, мне кажется, это такая маленькая хитрость, расческу вот с такими вот железными зубьями. И под горячим воздухом фена, мне кажется, они работают как утюжки. И поэтому волосы выглядят достаточно, ну они у меня и так ровные, но они не путаются в течение всего дня или даже в течение двух дней. Поэтому я за простоту, я за то, что легче всего, я за то, чтобы вы проснулись с утра и были уже красивыми. А если вы будете окрашены блондинкой, то вряд ли с утра вы будете выглядеть достойно. Седьмое. Фигура. Буду с вами откровенна. В нашем современном мире тело это визитная карточка успешного человека. Ваше тело это и есть практически ключ к успеху. Не знаю, хорошо это или плохо, наверное, все-таки не очень хорошо. Но в современной культуре имидж привлекательного человека гораздо важнее, чем имидж хорошего и порядочного человека. Потому что вот если ты молод, свежий и хорошо одет, то вот ты как будто бы изначально хороший человек. Ну как-то так получилось. И пропаганда правильного питания, фитнеса, стройных тел набирает свои обороты. И мы уже не можем с этим не считаться. Я лично знаю людей, которые худели и на 50 килограмм, и на 20 килограмм. Некоторые из них начинали просто пить больше воды. Возможно, это ваш случай. Попробуйте, да, достаточно трех литров в сутки. И вот у меня девочка за три месяца потеряла 20 килограмм. Без вообще каких-либо изменений в рационе. Также есть люди, которые просто заменили свои вредные привычки на здоровые. И у них все получилось. В этом вопросе самое главное менять вредное старое на новое здоровое навсегда. Не временно садиться на диету и как-то пытаться там переждать. А навсегда устраняйте своего рациона все то, и не только из рациона, а из образа жизни. Все то, что мешает быть вам встроенной и красивой. И уж раз я даю вам какие-то рекомендации личные от себя. Не знаю, кому-то возможно они подойдут, кому-то нет. Но давайте. Я не ем майонез. Я забыла, что это такое. Я никогда не покупаю соусы, которые продаются в точно таких же упаковках, как майонез. Если вам нужен соус, приготовьте его самостоятельно. Я никогда не жарю еду. Если мне нужно приготовить, я варю, использую духовой шкаф, максимум гриль. Кто давно смотрит меня, наверное, уже знает, что также я не ем мясо, но я ем яйца и рыбу. И да, я убеждена, что еду нужно готовить исключительно для одного приема. То есть я стараюсь никогда не подогревать пищу, не откладывать ее в холодильник, чтобы завтра утром было что съесть. Ну и, конечно же, каждый день я стараюсь, чтобы в моем рационе присутствовала тарелка салата и какие-нибудь фрукты. Также в качестве каких-то пищевых добавок я использую спирулину, семена льна, че, кунжут. Вообще я люблю вот такие вот натуральные что ли бады, в которых содержатся реальные витамины и минералы, которые легко добавить в салат или в кашу утром. Ну и, конечно же, милые девушки, не проходите мимо, а поделитесь своими здоровыми привычками и какими-то премудростями красоты в комментариях под этим видео. Ну и заранее спасибо всем, кто оставит комментарии. И до новых встреч в моем личном кабинете. Пока-пока. Пока-пока.